Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вторник, 16 часов, и мы с вами в эфире программа «Земля-экодом» в студии Арбат-ТВ. Сегодня в эфире с вами я, Инна Ким. И, как мы обещали в наших программах, мы будем говорить об экологии, об экологии окружающей среды, как защищать её, как с ней жить в гармонии, об экологии нашего жилища, чтобы в нашем доме всегда было уютно, приятно, тепло к нам, любили приходить в гости и оставались там, об экологии нашего тела, о здоровье нашего тела и, конечно, об экологии сознания, о гармонии, внутренней гармонии, нашей внутренней гармонии. Сегодня мы с вами поговорим об экологическом образовании. Это очень важная тема, потому что наши дети — это будущее нашей Земли, будущее нашей планеты. И какими они вырастут, как они будут относиться к окружающей среде, друг к другу, как они будут общаться друг с другом, как они будут заботиться об окружающей атмосфере, об окружающей среде. И все эти вопросы мы хотим поднять сегодня в нашей передаче. Как вы помните, наша тема сегодняшней передачи — «Краски лета. Воспоминания о лете». И сегодня с нами в студии удивительные гости. Удивительные гости. Это Наталья Александровна Рыжова, доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, профессор Московского гуманитарно-педагогического института, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования, лауреат премии правительства Москвы в области охраны и окружающей среды. У нее очень-очень много регалий. Я даже все не могу сейчас перечислить. Это автор многих книг для родителей, детей и педагогов. И сегодня вместе с ней, с нами в студии, ее внучка Ника Рыжова, которая тоже будет активно участвовать сегодня в нашей передаче. Будет нам делиться, расскажет нам свое мнение от точки зрения, как она относится к окружающей среде. Итак, Наталья Александровна, расскажите немножко о той проблеме, которая стоит в образовании детей, об экологии, воспитании детей. Как вообще, с какого возраста лучше детей начинать приобщать к экологии, к окружающей среде? Как вообще правильно? Ну, вы знаете, дело в том, что вопрос о том, с какого возраста приобщать, он на самом деле не стоит. Потому что ребенок, вот как только начинает изучать окружающий мир, он сразу же первым делом исследует все природные объекты, которые вокруг него есть. Поэтому, собственно, экологическое образование – это не какое-то отдельное такое направление, да, это самое главное – это общение ребенка с природой. Но вот, к сожалению, у нас сейчас городские дети особенно очень редко общаются с природой, и по объективным причинам, и по субъективным причинам заняты дети, заняты родители. И понятно, что вот экологическое воспитание, то есть отношение собственно к природе, оно не может никак сформироваться, если ребенок с этой природой не общается. И вот я хотела такой пример привести. Вот у нас передача называется «Земля-экодом». Действительно есть такое понятие «экодом». Вот что такое «экодом»? Это дом, в котором хозяева этого дома сберегают энергию, стараются жить в гармонии с природой. Они разбивают, допустим, сад, альпийские горки, какие-то ландшафты создают вокруг, экономят воду и так далее. Но для того, чтобы такой вот «экодом» существовал, нужно, чтобы хозяева понимали значение природы и понимали, что вот они сами тоже являются частью природы. А понимать это вот можно именно с младшего самого возраста. Вот те, кто вырос без общения с природой, вот проблема сегодня как раз в том, что многие у нас в стране не понимают, собственно говоря, вот радость от общения с природой, почему ее нужно беречь, а не только использовать. Вот это очень большая проблема. И она касается, кстати, каждого из нас. Вот нам кажется, что есть какое-то непонятное экологическое образование, да? Вот на самом деле это вот наше здоровье, здоровье наших детей, здоровье наших внуков. Вот вы правильно сказали. И как можно даже в мегаполисе здорово, когда мы не выезжаем. В мегаполисе большие проблемы, конечно. Но вы знаете, как ни странно, это проблемы не только мегаполисом, мы вот даже исследования проводили детей тоже и в поселках, они тоже там не так много общаются с природой. Что вы вносите в понятие общения с природой? Вот как вы вообще сами общаетесь с природой, как вы советуете родителям, как бы воспитателям общаться с природой? Ну, общение с природой может быть таким, каким его представляет себе семья. Вот как ей комфортно, как ей удобно, важно, чтобы оно в принципе было. Это походы на дачу, допустим, походы в лес куда-то, это поездки на море, это просто вот сбор каких-то коллекций, о которых мы сегодня вот будем еще говорить. Важно, чтобы даже у малыша уже присутствовал вот среди игрушек разный природный материал. Почему? Вот психологи отмечают, что вот этих тактильных ощущений, да, какого-то запаха. Не пахнет чем-нибудь, понюхают? Пахнет, по-моему. По-моему, тоже. Пахнет, да, шишкой, да. Вот, вот этого современному ребенку очень не хватает. А развитие, оно может проходить, вот развитие общего ребенка, когда у него задействованы все органы чувств, то есть вот он и трогает, и нюмкает, и так далее. Вот это очень важно. То есть природа чем пахнет? Горным лесом. Горным лесом, отлично. Вот, то есть вот природа должна присутствовать в жизни ребенка, вот, а как это уже решать родителям, бабушкам, дедушкам? То есть коляску выставлять не на балкон, а больше гулять, ходить, общаться, да, то есть не бояться холодов, не бояться дождей. Да, вы знаете, я вот недавно как раз была в Швеции на конгрессе, и нас водили в детские сады, это очень интересная тоже, как бы тема такая вот, а как дошкольное образование, как и в других странах, да. Но вот одна из особенностей, они проводят время с детьми на улице в любую погоду, то есть независимо, там дождь, снег, поскольку там север, и погода, в общем-то, не так часто балует, гуляют в любую погоду. Есть там сапоги, есть вот такие специальные брюки защитные и так далее. У нас же, вот я и писала тоже об этом много, у нас же очень часто, если ребенок подходит к луже, то сразу слышит. Нельзя. Да, нельзя. Особенно там вот бабушки, мамы наденут на ребенка там платье, такое красивое, кружевное. Вот мальчики там могут, допустим, да, играть, вот, а девочки, ты девочка, ты должна быть красивой. И вот весь исследовательский как раз интерес ребенка, он пропадает. Вот, поэтому я недавно видела такую картину, как маленький мальчик с таким счастьем залез в лужу и так топал, у мамы сначала лицо покраснело, потом она побелела, потом она расслабилась и стала смеяться. То есть весь парадный костюм, он был испачкан, но как бы вот это счастье, которое ребенок получил, стоя в луже и топача ножками, брызги вот эти, что и мама тоже загорелась этим счастьем, я думаю, это правильно. Это не только вот удовольствие, например, можно дать задание ребенка, вот сколько раз нужно прыгнуть, чтобы маленькая лужа исчезла, вот он может считать при этом, да, или, допустим, такой вопрос, вот мы можем очертить лужу после дождя, если где-нибудь возле дома лужа, и после этого периодически приходите наблюдать, что с ней происходит, вот почему она становится меньше, потом исчезает, вот вопрос такой, да, и от этого мы можем переходить уже к круговороту воды, в природе там и так далее, да. Вот мы изучаем лужи вот по самым разным темам, я всегда очень рекомендую, потому что это естественная тяга детей, не надо ограждать, надо условия создавать. И не одевать их парадно, а одевать, чтобы они могли. Да, одевать так, чтобы им удобно было. Вы знаете, это действительно большая проблема, потому что вот я наблюдала на детских площадках нередко, когда вот ребенок уже где-то к шести годам, если его одергивали до этого постоянно, не лезь там грязь, не бери грязные камни, то он потом, в общем-то, сам уже говорит другим детям, ты что, куда ты там полезла в лужу, потому что ты испачкаешься, тебя мама будет ругать. И пропадает вот этот вот интерес, на котором строится развитие ребенка. Вот в целом развитие ребенка, вот чем больше он узнает, чем больше хочет узнать, тем он лучше развивается. Это мечта всех родителей. Наталья Александровна, Вы имеете вот очень много степеней, защищали, наверное, диссертации докторские, да, и защищаете. И я знаю, что вот как бы Вы именно занимаетесь воспитанием особенно дошкольного экологического образования, и вот как обучать детей через природу? Да, причем вот я действительно стала именно заниматься младшим возрастом, после того, как я когда-то занималась и со школьниками, и с начальной школой, но я поняла, что начинать именно нужно с самого-самого раннего возраста. Это самый такой, ну, благодатный материал, если так можно грубо выразиться, то есть дети, они открыты миру, и они лучше всего это все воспринимают. Ну, вот мы сегодня, поскольку у нас тема связана с летом, да, и с воспоминаниями о лиде, мы принесли вот тут с некой материал, разный природный, вот, и хотим рассказать, как можно его использовать для того, чтобы ребенок играл, что-то делал, какие-то поделки изготавливал, ну, и, естественно, вспоминал тоже о лиде, не просто ностальгия, чтобы была, чтобы она была такая конструктивная у нас. Прежде чем мы вспомним лето, да, краски лета, давайте каждый, кто сейчас нас смотрит, а кто к нам только что присоединился, я напоминаю, что вы смотрите программу «Земля и Экодом» в студии Арбат-ТВ. Вы можете звонить нам на телефон 8903-700, отправлять смски на номер 8903-798-4194, и Наталья Александровна с удовольствием ответит вам на волнующие вас вопросы. И прежде чем вспомнить о лете, давайте каждый представит эти летние картинки, краски лета. А вот Наталья Александровна нам принесла свои фотографии, и я сейчас вам тоже их немножко покажу. Это, наверное, ваши внучки. Да, наши внучки и природа. И природа, как вы проводили в лето, Ника, тоже, наверное, будете вспоминать. Хорошо. Так. В этом году где ты была? В этом, в Испании. Это кто у нас? Маленькие девочки. Ника. Это Ника и вторая внучка тоже, это Ая у нас, она чуть поменьше. Так, это ракушки. Где-то были на море. Это я была, это речные ракушки, это на берегу. Это у нас Волгоградская область, там заповедник. Что, Вероника? А у нас в Ченголовке были, вот, она нашла ракушка такая вот, триламутривая. Бабушка? Нет, Ая, Ая. И я тоже нашла такую вот большую, маленькую. Здорово. Каспусы. Эти раковины очень важны для речи, их нельзя собирать живыми. То есть они нормально. Нет, они на берегу были. На берегу можно, конечно, можно, это интересно. А вот это, наверное, вы где-то в лесу, да? Что-то там. Да, это мы любим вот ходить с семьей тоже в лес. Как часто вы ходите в лес? Ой, как только возможность бывает, но бывает возможность как бы реже, чем этого хотелось бы, конечно. Да, это у нас на вырубке, потому что мы в Подмосковье живем, это вырубка вот возле леса, и в этом году до вот ужасных этих пожаров. Собирались оленей. А еще было столько малины. И малины было малины. Я к концу каникул уже и ей объелась. Малины было много тоже на вырубке, да. А это уже вы на море, наверное, поехали? Да, это у нас, это на море у нас отдельно не мы, это отдельно внучка, только младше, на Греции они. Это мы снимали, по-моему, в Ботаническом саду тоже. Здесь, да, летом? А это уже где-то у нас рыбы в Израиле, там очень красивая обсерватория для детей, очень интересно посмотреть весь подводный мир. Как в Израиле не было ничего? Ничего еще. Так, а это где Ника находится? Это Ника? Да, Ника, это ты где была, помнишь? Это не в Фаллих. Я уже запуталась, это в Хорватии, это два года назад было, давно еще. А это вы, да, это у нас тут в лесу тоже, мы не собираем, нет, нет, это грибы не для сбора, это для того, чтобы можно было полюбоваться, потому что, как бы, грибы, они важны не только с точки зрения поесть, но и посмотреть, узнать, да, что вот так. Вот они, да? Подожди, да, это вот тоже, а, это вот тоже мы с рюкзачками вот так вот, я, может быть, в одной из наших передач потом расскажу, как вот можно рюкзачок собрать. Для того, чтобы ребенку было интересно там в парке, в лесу, что можно делать, какие наблюдения проводить. Это у нас даже вот болото есть такое любимое наше, когда там подсыхает, мы ходим. Вот для ребенка на болото это как бы, ну, такое необычное путешествие бывает, когда это случается, то очень важно. Так, я смотрю, у вас какой-то материал в руках, что это такое? Да, это вот наше семейное ноу-хау. Мы придумали, как вспоминать о путешествиях. Вот вы можете взять обычный рулон бумаги такой, да, Вероничка, ты можешь мне потихонечку держать, да, аккуратненько. Вот. И здесь можете с ребенком нарисовать последовательность того... Путешествия. Просто держи, Вероничка, держи так, пожалуйста, да. Последовательность вашего путешествия. Ну, это вот было, мы рисовали еще, когда Веронике было меньше, сколько тем было, там, четыре с половиной года, когда мы ездили в Черногорию, да. И идея состоит в том, что, опять, ребенок вам рассказывает, что он помнит, и вы это все зарисуете и составляете историю. Так, так, так. Это значит, Вероника вышла из дома с мамой. Давай, Вероника, теперь расскажи мне что-нибудь. Вышли из дома, мама с папой, поехали на такси в аэропорт, а до этого мне еще купили мороженое. Ух ты, это очень важно для ребенка. Вот, встретили проводника, что ли. Это, там у нас чемоданы переносили, да, да, ты рассказывала. И полетели... На самолете, да. Вот, прилетели, вот, потом долго-долго ехали на машине, вот, через горы там. Через горы. Да, когда уже прилетели на самолете. Ну, и вот давай, последнее вот это интересное. Черепаха там какая-то. Вот, когда, не помню, какой-то там день, когда шли на виллу, встретили черепашку, и она у нас начинала. Да, потом ее выпустили обратно, да, мы пригласили погостить к себе, да, мы ее, может быть, спасали. Мы с мамой нашли, потому что я не зарисовала, мы там просто с мамой хопался машиной, как с маленького черного котенка. Котенка, да, да, я тоже помню. Значит, и вот почему это важно? А потом вы через какое-то время с ребенком все это рассматриваете, и, причем, вот, это Ника сама закрашивала, это такая расстрастка у нас получается. И когда она к нам приезжает в гости, вот она все этот рулон дорисовывает, дорисовывает, он еще у нас не закончен. Вот нужно, конечно, большая... Скажем, вот она приезжает, вот она там дорисовывает. И самое главное, еще идет развитие речи, да, и развитие речи, то есть вы с ребенком общаетесь, он вспоминает, что было. Вот это очень-очень важный такой момент. И еще вот такая идея. Допустим, вы посмотрели, какие здесь события у вас происходили. Если ребенок постарше, то наверняка он любит у вас разные карты географические. Это очень хорошая вещь, которая развивает абстрактное мышление. Ну вот, допустим, это как раз карта того места, где мы жили. Вот. И можно с ребенком, можно, допустим, найти, вот мы там ели мороженое, где это место? Вот мы купались, у нас рисуночек есть, где это место? И таким образом, вот как раз здесь, где черепашка, да? Да, где черепашку нашли, потому что крупномасштабная карта. Где наша вела? Да, где наша вела? Ну, может, тихонечко сама посмотреть пока, да? Дальше. Вот это как бы такое воспоминание. Ребенок тоже мог по такой карте работать в дальнейшем, да? Да, да, кто-то мог что-то вот сам потом находить. Вот можно нарисовать карту, можно сама нарисовать какую-нибудь карту, где ты путешествовала. Давай? Так, значит, это что касается таких воспоминаний, да? Да, да. Но воспоминания, они у нас могут быть материальные. Да, я знаю, действительно, очень многие из отпуска, особенно дети, привозят с собой разные камешки, шишки. Вот я вижу у вас некоторые действительно косточки какие-то, приводят цветы, гербарии собирают некоторые родители с детьми. А вот что можно делать со всем этим материалом? Значит, давайте мы все-таки уточним, что можно собирать, а что нельзя с точки зрения экологической, да? Давайте. Потому что, вот вы сказали гербарии. Конечно же, гербарии вот я всегда не рекомендую собирать, потому что уже это не экологическое воспитание. Одно дело, если вы на даче выращиваете, допустим, красивые растения и потом засушиваете, делаете какие-то картины из них. Это нет вопросов. Но в природе там, естественно, нельзя ничего срывать, потому что иногда даже кажется, что всего много. На самом деле мы не знаем, сколько должно быть тех же растений, чтобы они нормально существовали. И опять же, если мы у ребенка воспитываем бережные отношения, да, в природе, то, соответственно, мы должны и его останавливать, когда он хочет поймать насекомое, хочет, допустим, цветок сорвать. Надо учить любоваться вот тем, что видишь в данный момент. То есть те задания, которые давались там, скажем, вот я помню моему ребенку, собрать гербарий в ближайшем окружении вашего дома, засушить и принести, этого делать нельзя. Сказать, этого нельзя, это не экологично. Да, и так весь мир уже от этого отходит. Вот я уже как бы эту проблему с детскими садами решила. Сейчас уже детские сады не дают задания родителям, но большинство, во всяком случае, собрать коллекцию там насекомых, да, или собрать коллекцию растений. Родители ужас, да, ужас. Вот потому что родители, конечно же, им хочется что-то для детского сада сделать приятное, и они будут вам ловить самых красивых крупных бабочек, срывать самые красивые цветки. Вот, и я уж не говорю такое об этической, да, стороне этого дела, но это действительно влияет отрицательно на природу. Нельзя делать. Нельзя, ребенок говорит, нельзя этого делать, дорогие взрослые. Но ребенок у нас воспитан в этом отношении, так что, вот. И не один. И не один, здорово. У нас второй тоже воспитан. Чем больше таких детей будет, может быть, что-то изменится в мире. Хорошо, да. Значит, и поэтому, вот мы уже отошли от гербария. Ведь даже, ну, гербарий, он полежит у вас, да, он сухой становится, ну, некрасивый, он, в общем-то, не вызывает эмоций. А вот живой цветок, вот тогда надо, как раз тот момент, когда ребенок смотрит, обращать его внимание вот на красоту, на необычность, на то, что нужно сохранить это все живое вокруг нас. А вот материал вот такой, как у меня здесь, вот, например, да, значит, что у меня здесь есть. Вот у нас шишки разные. Вот здесь и сосновые шишки, кипарисовые многие привозят. Допустим, здесь у нас каштаны, наверняка многие могут собрать. Желуди, причем сейчас вот очень многие в южные страны ездят, да, вот, например, я вот привезла такой желудь, вот, видите, какие огромные бывают желуди. Вот, пожалуйста, уже даже сравнить можно, да, два желуди для ребенка, для маленьких ребенок может сравнить, какой желудь длиннее, какой короче. Вот так вот, если мы их поставим, вот, то есть ведь этот материал можно использовать и для развития математических каких-то способностей, для чтения, даже для изучения букв. Сейчас я расскажу тоже об этом немножко. И, значит, что еще в коллекции? Вот есть, например, такой вот гриб-трудовик, да, который, в общем-то, считают многие, что они вообще ни к чему не пригодны. Вот, на самом деле, они, конечно, в природе нужны, потому что они разлагают древесину, очень важную роль выполняют, вот, и, вот, например, из такого трудовика, Ника, что вы с папой делали, помнишь? Не очень. А вот с пластилином, вы так вот делали радугу очень красивую, вот такую. То есть можно вот, на что похожее? Делали аппликацию, ну, вот. Ну, из пластилина, да, украшали пластилину. И украшали его, и даже, как с позицию какую-то. Да, 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 можно было бы синий, и вот сверху. А вот мне, например, кажется, что вот он, этот гриб, похож на мордочку какую-нибудь, может, мордочку льва, да, допустим, посмотрю, попробуй карандашами, пока порисуй. Сейчас я еще расскажу, что здесь у нас есть. И рисовать прийти. Камешки, конечно же, хорошо. Камешки разные тоже. Вот камни собирать дети любят просто невероятно. И, причем, самые разные. На море, да, вот, наверняка привозите. На речки. И на речки тоже, да. Вот такой вкус. Нырять и собирать. Нырять и собирать, это сложнее, но тоже, это тоже вариант сбора коллекции. Ну, я хорошо удовольствовала. Да, ты собирала. Вот, и что мы можем с этим сделать в материале? Ну, во-первых, мы можем вот, как бы, такую коллекцию воспоминаний летних сделать. Да, вот, сложим сюда в эти ячейки, в коробочке из-под конфет, разный природный материал. Ну, вот, здесь, например, у нас вот карта Европы, мы вырезали, там у нас был такой материал, чтобы помнить, где мы были. Ну, здесь не только Европа, здесь и Россия, естественно, может быть. То есть, вы можете, любую картинку сюда, может, фотографию. Фотографию, где вы путешествовали, да. Вот, и здесь тоже вот мы украсили, сейчас я попробую показать, чтобы не вывалилось. Вот, например, это горы, да, горы у нас тут, вот, допустим. То есть, если коллекция камешков, только камешки здесь у вас, вы можете здесь горы. А для такого коллекции можно взять, вот, как у нас, коробку из-под конфет. Да, вот, то есть, не выбрасывается в коробку, да, а ставите ее. Да, значит, вот хочу... Это сверху, но клеить фотографию. Да, вот фотографию из календаря, из старого. Вообще, вот, у нас, как бы, такая установка, чтобы использовать как можно больше всякого бросового материала. То, что мы выбрасываем мусор, загрязняя среду, это может оказаться как раз таким замечательным материалом для поддела. Вот. Значит, что еще у нас тут есть? Вот ракушки разные. Значит, Ник, можно тебя на минутку. Вот я говорила, что для ребенка важны разные тактильные ощущения. Вот, потрогай ракушку. Какая? Шершавая. Шершавая, да, шершавая она такая, и здесь шершавая. Вот, смотри, я хочу тебе дать ракушки разные. Вот у нас такая, такая. Сейчас у нас тут еще есть целый ряд ракушек. И можно предложить ребенку... Зумрить. Давай, значит, смотри. Можно предложить ребенку... Ракушки разложить в определенный ряд. Какой ряд? Это вот для интеллектуального развития очень важно. От самой большой к самой маленькой. Уж ты ли? От самой... Да, есть... А, вот видишь, попала у тебя как раз. От самой гладкой к самой шершавой. От самой темной к самой светлой. Точно то же самое можно сделать с камешками, если камешков много. Вот такие варианты. Теперь, допустим... Шишки тоже, да, можно? Шишки не только можно использовать... Разложила. Разложила. Ну, у тебя получила... А что у тебя получилось? От самой темной до самой светлой. А, от самой темной до самой светлой. Понятно. По размеру теперь попробую разложить. Так, значит, что касается шишек, шишки мы можем использовать еще и для такой массажных целей. Потому что, когда ребенок вот трогает такую шишку, у него здесь вот раздражаются нервные окончания. Это очень полезно тоже. Вот, да, вот отличный ряд получился. Вот от большого маленького. Ну, Ника у нас уже во втором классе, поэтому для нее это легко. А вот если дети поменьше, им это интересно, и они... А теперь по шершавости разложи. Какая самая шершавая, попробуй. Да, какая менее шершавая. Вот. А, это что такое? Сейчас, вот это вы покажете. Сейчас, это как раз это вот хотели показать. Это тоже, это Ника с папой. Я делала. Да, это ты делала. Еще в прошлом году привезли, значит, откроем секрет, что это раковина от устрицы, съеденная в ресторане. Вообще, вот мы когда посещали там такие вот летние рестораны, да, на юге, мы просили нам потом завернуть раковины разные. Вот тут у нас много осталось. И они оказались очень сильным материалом для самых разных вот поделок. Сначала пришлось так целый час мыть. Вот, например. Да, мыли долго, это правда. Их надо вымыть, это направо вымыть и высушить хорошо. А потом, пожалуйста, это вот как бы на ваше уже... Отлично, по шершавости разложила. Это на ваше уже такое вот усмотрение, что вы видите, какой образ вам видится там в ракушке, так вы его и раскрашиваете. Это подарок тоже может быть. Кому-то, да, там ребёнок. Конечно, это вот она как раз для дела, для сестрички, я по-моему. Да, да. Для Аи, да. Теперь, значит, вот еще один такой момент. Опять же, мы вернёмся к тому, что надо развивать эти ощущения. Вот у меня есть такой замечательный мешочек, как раз он у нас оказался по теме нашей беседы. Давайте посмотрим, что это за мешочек. Там земля, да? Там земля, да, да, он точно, тут земля, и дети вокруг земли, они, да, грязь, они отмывают землю. Это вот как раз я говорила, я была на конгрессе в Швеции, и как раз это была эмблема этого большого конгресса. Там было очень много стран разных. И вот эту эмблему давали детям разных стран, чтобы они сказали, что они здесь видят. Вот очень интересные были высказания, что мы должны беречь землю, что мы отмываем землю. Ника, что ты здесь видишь, Ника. Ника, как ты считаешь? Посмотри, пожалуйста, вот на эту эмблему и скажи, что ты здесь видишь. Но я не видела раньше. Как ты считаешь, что здесь? Такой наш маленький эксперт. Эксперт. Ну что там? Ну что там? Есть. Кто там? Что там? Расскажи. Дети. Дети. А что они делают? Ну то есть это что символизируют? Символизируют землю. А что символизируют? На чем это вообще? Это что дети, они тоже должны, пока взрослые занимаются тем, что выводят землю, на цикологии, дети не должны сидеть и валять дурака. А что они должны делать? А что должны, значит, пока взрослые? Взрослым, да? Тоже заботиться надо о земле, да? Хотя бы мыть, не чистить ее, не бросать, не грязнить. Развиваться тоже. Можно начать с малого, а то, что посадить там во дворе дерево, выбросить мусор в мусорку, в конце концов. Конечно, да. А не как, когда лошадь на улицу? Да, сарсон выбросил нас, ну это да, еще не очень экологический подход. Он не обзородорологически образован. Потом он на крыше жил, ему должно было все бросать вниз, наверное. Так вот, вернемся к нашему мешочку. Значит, у нас в мешочке тут кое-что есть интересное. Вероня, послушай, пожалуйста, значит, у нас в мешочке кое-что есть интересное, но что? Даже я уже не помню, я положила, но что не помню. Значит, я хочу тебя попросить на ощупь определить, что там лежит. Давай по одному. Так, шишка есть, еще что? Камень и ракушка. Так, камень и ракушка, да? На камень похоже, а вот это точно ракушка. Так, камень и ракушка. Сейчас будем проверять. Кусок коры. Вот он, молодец. Это не камень, это кусок коры, правильно. Давай сейчас достанем это все. Ух ты, точно, да, да. Да, я даже не ожидала. Говорит, сейчас посмотрим, что у нас тут еще есть. Все, ракушка, все правильно. И вот смотрите, если вы для ребенка сделаете такой вот мешочек, поменьше можно сделать, да? Такой матерчатый мешочек. Да, и с ним можно даже ходить гулять. Вот пошли вы куда-нибудь в лес, собрали там какой-то природный материал, любой. Может быть шишка, может веточка. И вот даете задание определить, что там лежит. Такой волшебный мешочек у нас. Можно, если ребенок постарше, не сразу, чтобы он определял, что там лежит. А, допустим, чтобы... Никак, ну не в школе. Давай, можно так, если что. Значит, одну секундочку сейчас. Значит, можно, например, попросить его описать то, что лежит. Вот, допустим, если у меня там ракушка, вот я ребенку говорю, ты сначала мне не называй, что там, а скажи, какое оно. Вот, что ты можешь сказать, какая она? Шершавая. Так, шершавая, да. Объемная. Объемная, ну, да, очень. Вот здесь, вот внизу какая-то гладкая. Вот. А если... Да, ну, хорошо. А вот здесь более узковатая. Это опять же развивается речь у ребенка, она богатая более становится. А если детей много, то они могут догадывать, вот друг другу загадывать. Это очень тоже. Сами могут класть, друг другом команде. Это вот такие у нас моменты. Потом, значит, вот у нас кора есть, я уже говорила. Тут еще есть вот кусочки коры. Можно собрать коллекцию кусочков коры. И чтобы ребенок тоже, допустим, на ощупь, да, определял, какая кора, чем кора пахнет. То есть она свежая, у нее запах совершенно разный. Потом, вы можете кусочек коры опустить в воду, опыты проводить. Вот опустите и посмотрите, что получится. Я не буду говорить, это даже интересно. Будет там что-нибудь в воде? Утонет кора, будет плавать. С ребенком можно обсудить. Будет плавать, конечно. Я помню. А, нет, давайте мы сейчас дадим задание нашим телезрителям. Давайте. Для тех, кто только что подключился к нашей программе, я напоминаю, что вы смотрите программу «Земля.Экодом» в студии «Арбат-ТВ». И сегодня с нами Наталья Александровна Рыжова, удивительный человек, у которого очень-очень много регалий, но она эксперт, эксперт, как правильно будет, эксперт или эксперт? Да, эксперт в образовании, дошкольном образовании и в школьном образовании, экологическом образовании. И вот сейчас мы даем задание всем родителям, которые нас смотрят. Проведите опыт со своими детьми. Возьмите кусочек коры и опустите его в воду. И посмотрите, что станет с корой. А мы вам пока не будем говорить. Сделайте домашнее задание и узнаете. Так, а мы продолжаем. Можно не только кусочек коры, можно попробовать камешки опустить. А вот что с ним будет, если камешки мы опустим? Они утонут. Да, они утонут. А вот если кто-нибудь на вулкане был и привез там камешки вулканические, или у кого-то дома, допустим, кто сажает комнатные растения, у них есть керамзит, пусть тоже попробуют опустить. Это тоже камешек, хотя искусственный. Пусть попробуют опустить. Да, попробовать. Вот мы попробуем. И узнать, что у нас тонет. Все ли камни тонут. Это как раз очень интересно. Потом вот из такой коры может выйти что? Замечательный кораблик, наверное, допустим. Обычно этим занимаются. Я папу вот попросила. Но с Айкой, папа сделал замечательные совершенно кораблики. И мы вот когда гуляли тоже... Когда ручейки, да? Утекли? Да. Нам папу сделали кораблики, мы их пускали. Здорово. Представляешь, какая память об этом осталась? Сейчас у нас есть такие игрушки. Вот хочу привести пример. У нас просто тоже по экологии про мусор. Вот. Ну, вот такие киндер-сюрпризы. Да. Вот пластмасса осталась. Вот. Просто у меня есть твитерочный ножик там. В одну или туда палочку. Делали из... Там... Ну, из киндер-сюрпризов, вот из этого, да? И сделали что? Делали там из чего-нибудь паруса там. И получалась лодочка, да? Да. У нас тут есть куча мелких игрушек. Просто наполняешь раковину. Пускаешь туда... Сажаешь лодочку какую-нибудь... Игрушку? Игрушку и пускаешь. Здорово. И можно играть. И не ходить покупать пластмассовые игрушки. Экономить. В принципе, у нас с Айкой еще есть такие... Срезы купались. А такие кораблики, яхты. Понятно. То есть вы тоже пускаете. Нет, а я хотела спросить. Ты сегодня тоже, я смотрю, не одна пришла, а с каким-то другом. Представь нам его, пожалуйста. Ну, это тема нещерпаема. Кто это с нами в студии? Это стажер... Стажер экологического... Симфемина, наверное, да? Нет. Откуда? Ну да, из фильма. Из фильма. Стажер... Джефорс... Харли... Морская свинка. Я не знаю. Морские свинки, шпионы, это сейчас очень популярный. Мой фильм, да. Теперь многие дети думают, что Дарвин, это прежде всего морская свинка. А я уже с этим сталкивалась, да. Поэтому всем рекомендую в Дарвинский музей сходить. Так же, как и Витховен, думают, что это большая собака. И Леонардо да Винчи, это черепашка-ниндзя. И Рафаэль. И Микеланджело. Точно, да, они тоже были черепашками, это правда. Дорогие родители, образуемые свои детей не только через мультфильмы, но также через классическую музыку, через картины, да, чтобы знали, кто такие Рафаэль. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Витховен. Мы просто недавно ходили в Дарвинский музей. Вот я впервые зашла в зал, там, где его кабинет. Дарвина. Да, там сейчас у вас как-то интересно. Я там еще нашла, вот рекомендую сходить с старшеклассником. Старшеклассники обязательно сходите в Дарвинский музей. Если кто читал вот его историю, вот, потому что очень интересно узнать, про какую птицу там. Продорога. Продорога, да, там здорово интересно было. А это просто, давай я, Катенька, скажу, что это у нас на самом деле прообраз живой морской свинки. А, это не живая, да? Это не, да, есть живая, но живая же была, тут у нас уже бегала везде. Живая у нас есть свинка Дима, которая очень любима всей семьей, да, и еще второй есть. Так, но мы продолжаем, что у нас еще здесь сегодня интересного есть. Значит, вот еще, например, мы подобрали вот перышко в лесу, когда гуляли летом. Это че, как ты думаешь? Сойки. Сойки, да, это перышко сойки. Это в Подмосковье мы подобрали. Вот, но обратите внимание, я специально положила его в пакетик, потому что все-таки перья бывают небезопасными, они могут переносить разные заболевания, да, поэтому мы как бы их кладем в пакетик. Их рассмотреть можно, и потрогать тоже можно. И вот смотрите, вот если у вас ребенок уже, ну, где-то, наверное, 5-6, да, вот перышко вы нашли, можно, ну, как сейчас современным языком говорят, сделать целый проект. То есть, что это за птица? Вы находите в энциклопедии, допустим, что это сойка. Вы выясняете, а чем сойка питается, почему она живет именно в этом лесу, а вот в другом вы не видели, допустим, такое перышко. Потому что это лес дубовый, она есть, допустим, ест желуди, запасает их, да, вот, с кем-то она еще связана с какими-то животными, что она любит делать, где она живет, вот, можно ее нарисовать, можно ее слепить. Ну, тут, в общем-то, опять же, фантазия безгранична. Фантазии, да. Можно изобразить, как она прыгает тоже, чтобы вот какие-то подвижные. Можно ее рисовать, можно ее слепить, можно ее сфотографировать, сходить в лес за ним по наблюдательности. Преатов множество. Да, и сфотографировать можно, если она согласится, правда, на это, потому что ее догнать не так просто. Да, дорогие родители, и дети тоже. Да, к детям давай. Дети, ищите сольку. Дорогие дети, ты что уговариваешь своих родителей сходить хотя бы, ну, на час, в свободное время? В лес. Ага, это хорошее. Пожелание хорошее. Вот просто я вот могу, если за мной там папа приходит, потому что с мамой мы обычно едем на автобусе, если за мной приходит папа, вот у нас там просто очков недалеко и лес, вот, там... И вы иногда заглядываете туда? Здорово. Там я видела белку там, желудок. Кстати, вот туристят ходили. Туристят – это такой слет очень интересный. Подмосковье проводится для родителей с детьми. Вот они были в воскресенье в этом. Там замечательно, они уезжают довольно далеко, да, и... Кто ходит в лес на туристят, то поступает в утро. А, это такой там в утро. Тарам-парам, тарам-парам, на то оно. Нет. И воскресное утро. Все туда лецит, на то оно и утро. Понятно, там такой замечательный. Клады там, арбузы там, мы съесть их очень рады. Там в ней не пухов мастерят, там скучно не бывает. Здорово. Отлично. Очень хорошее. Это можно отдельно даже показать, очень интересно. Хорошо. Это мы, я думаю, не одна со свечей вообще, в принципе. Там вот, мы когда искали клады по карте, по ориентированию, вот, я его конкретно искала, вот, потому что мы там с другом по очереди находили клады по карте. Вот, я сначала запухлась, учусь все-таки, вот. А давай нам сейчас бабушке еще что-нибудь расскажем. Да, давай, расскажем. Давай, расскажем. Вот, папа там нашел шуць, одинокий, и шляпку одинокую. Хорошо, Ника, вот давай мы сейчас покажем. Желудь и шляпку, да, и вы сделали что-то. Хорошо, давай мы сейчас покажем. Вот, у нас есть желудь и вот шляпка. Вот, ничего себе, целая сказка можно поджимать. Да, целая большая такая. Вот по поводу сказки, Ника, давай мы про сказку сейчас расскажем. Мы часто сочиняем сказки. Вот, смотрите. Значит, вот, например, если у вас много разного цвета раковин, да, Ника, давай. Раковин много разного цвета у нас. Мы можем их разделить. Вот у нас посвеслее ракушки, здесь потемнее ракушки. Давай, вот, допустим, у нас белые раковины. Вот у нас... Это уже не белые, это уже серые. Да, давай, это у нас... Ну, перечневатая, да, и мы можем, допустим, сочинить какую-нибудь сказку. Вот, допустим, что у нас в море было два царства. Вот в одном царстве жили белые раковины, а в другом царстве жили вот такие коричневые раковины. А здесь была царица. А здесь была у них царица. И вот вы с ребенком просто предлагаете ему сочинить в этом месте сказку, тему, да, и он у вас сочиняет. Царя, давай, царя, без царя никак, это точно. Вот, и... Скажи, давай, я сейчас скажу потом. И мы сочиняем таким образом сказку, а опять же ребенок вспоминает, где он был, он называет какие-то вещи, да, рассказывает о том, что он видел, включает вот события своей жизни, он включает в сказку, соответственно. Нет, Ленечка, потом, подожди, потом, подожди немножечко. Значит, и вот я хотела вернуться к камешкам. Вот какую коллекцию камешков еще можно сделать? Вот в такой же коробочке вы можете собрать разные камешки, не только, тут у меня разный материал лежит, но мы можем вот как бы эти шишечки убрать, положить только камни. Камешкам ребенок находит огромное количество. Огромное количество камешков находит ребенок, приносит вам. Очень часто какая реакция? Это грязь, выбросить, это не нужно. Вот все это, зачем нам нести в дом, все это тащить, у нас и так много всего. Вот, а пластмассовые красивые игрушки, это как бы куплены за деньги, это гораздо лучше. Вот, на самом деле, для ребенка вот такая коллекция, она очень важна, потому что это его, во-первых, личная коллекция, он ее сам собрал, отмойте с ним камешки. Причем коллекцию собрать такую элементарно в любом месте. Вот в одном детском саду я предлагала ему собрать коллекцию, вот, и потом, значит, мне воспитатель говорит, вы знаете, у нас ко мне на территории детского сада нет, или вы детям скажите. И через какое-то время я прихожу, у них вот такой таз камешков, они говорят, вот мы воспитатели считали, что ни одного камешка невозможно найти, а они нашли огромное количество, но они их, надо дать им должное, помыли, разложили все это там вот по коллекциям, у каждого ребенка была своя коллекция. И если вы хотите, как бы, закрепить счет у ребенка, что можно сделать? Вы на каждый камешек вот сюда наклеиваете номерок, допустим, этот камешек будет там у нас номер 1. Написать, можно написать? Да, да, написать и приклеить какую-то там, вот, допустим, написать можно. После бытия? После бытия, конечно, вот. И приклеить бумажку сюда, одну, потом, вот сюда, допустим, номер 2 и так далее. То есть, учиться считать? Да, учиться считать. Вот здесь мы делаем такую табличку, ну, просто пишем там номер 1, там, гранит крупными буквами, чтобы ребенок учился читать, номер 2, мрамор, допустим, номер 3, там, кремень и так далее. И можно еще и сюда вот вниз, вот я не знаю, видно ли, нет, сюда вниз тоже, нет, не название, номерки. Вот это номер 1, сюда первый номер кладете. Первый номер кладете, и, соответственно, у вас первый номер там тоже. И ребенок у вас находит соответствие. Да, учится, цифры запоминает, все. И ты мне нарисовала, я тебя просила нарисовать карту какую-нибудь. Попробуй карту нарисовать. Ладно, давай. Вот с кремлем, повторяйте фокус в домашних условиях. Какой фокус с кремлем? Костер. А, костер разводить, ну да, ну это не так просто, мы не такие старательные, как древние люди, потому что мы все-таки не добьемся того, чтобы у нас костер разгорелся от кремлем в домашних условиях. Так, и, значит, это вот по поводу камешков. Камешки могут быть не только, не только естественные, это могут быть искусственные камешки. Допустим, вот кусочки. Это глина, да, Павел? Это будут искусственные камешки. И вот вы ребенку можете дать задание разделить там камешки искусственные в одну сторону, положить камешки, естественно, в другую. Это тоже классификация, потому что классификация очень важна для развития мышления по любым пристакам. Конечно, можно там типа набрать глину или пластилину, вот, и слепить точные манископии этих камней, вот, например, облепить камень, вот, а потом туда кусу, потом оболочку снять, снять туда что-то типа желудя, вот, и потом отличать там, какой камень настоящий, где лежит желудя. Значит, это идея на самом деле правильная. Мы в детском саду, например, вот делали в одном, камешки они изучали, потом им давали тесто, давали мелкий, по-моему, бисер, вот, разные-разные такие материалы, и им предлагалось, допустим, выбрать камешек естественный, вот, выбирал он гранит, и из того материала, который есть, он похожий, камешек делал сам, допустим, из теста, и там вкрапления разные, как вот слюда, кварц там и так далее, и все это, вот, то есть в этом есть тоже какой-то смысл определенный, можно так делать, это интересно. То есть, это как бы, вообще ты чувствуешься создателем своего камешка, да, это такое чувство. Чувствуешь себя природой. Потом, что хотела еще показать, вот, допустим, наверное, сейчас еще у нас, может сказать, что мы, может быть, рано начали вспоминать о лете, потому что погода еще хорошая, вспоминать о лете приятно, когда уже там дождь, сыро, вот, но тем не менее, сейчас еще можно собрать такие коллекции, например, вот, если вы пойдете в лес, в Подмосковье или в парке, можете найти вот такую шишку. Эту шишку у нас объедала белка, значит, в этом парке живут белки. Вот, если такой хвостик вверху, вот, можно ее увидеть в белку? То есть, я хочу, можно покормить ее, да, только обязательно не чипсами, не конфетами белочку кормить, она только орешками. Да, только орешками. Да, потому что... Просто зверя заболеет и умрет. Да, это очень, это мы об этом еще поговорим, это очень важная тема, да, это важная тема. И так вот коробочку складывать, да? Да, вот коробочка у нас из-под печенья, еще раз говорю, все исключительно у нас идет в дело, все, мы стараемся не загрязнять окружающую среду. Ну, вот еще очень много можно сделать, можно сделать рамочки и какие-то костюмы, мы, может быть, в следующий раз немножечко об этом еще поговорим. Да, а вот здесь вот что-то у вас еще какие-то работы. Да, если у меня есть время, значит, я скажу, это не просто работа, это вообще-то картинка, которую вот все наши передачи будут сопровождать, потому что... Это мы с папой делаем. Да, это дело Ника с папой, а вообще это эмблема моей программы. Эта программа называется «Наш дом природы». Моя программа, и вот если у кого есть дети в семье, то земля невероятна, да, вполне вероятно, что они как раз в детском саду изучают эту программу. Здесь главная идея состоит в том, что ребенок – это часть природы. И мы здесь вот рассматриваем, что в природе есть. То есть что тут, Ника, ну скажи, что тут есть в природе у нас? Давай я вот, чтобы видно было. Покажи, пожалуйста. Вода. Вода у нас есть, дождик. Я хочу с домом. Нет, Никачка, давай, у нас время не могла. Облака, солнце, снег, звери, птицы, камни, огонь. Огонь, земля, все-все. Это только один дом, на самом деле есть второй, и мы в следующий раз вам об этом расскажем, потому что мы сравниваем наш обычный дом, в котором мы живем, в котором живет ребенок, вот с домом природы, и сделаем определенные выводы. Так что эта картинка, да, для меня это очень важная картинка. Мы еще к ней обязательно вернемся в одну из следующих программ. И вот это вот, что у нас за маленькая картинка. А ну это я хотела показать, просто вот как раз пример того, как мы делали тоже воспоминания. Они эти очень простенькие такие, из пластилина. Вот опять же у нас вот просто картоночка от коробочки. Да, здесь это растирается пластилин, вот цветы, которые мы видели, и использовали здесь, например, такой материал, как фисташки, да, который тоже мы бы выбросили, но так вот он еще пока у нас украшает картинку. Вот самые разные картины, взять бросовый материал и сделать какие-то воспоминания о лете, это, мне кажется, и интересно, и для окружающей среды полезно. Наталья Александровна, вы нам сегодня столько всего показали, рассказали, что я не знаю, кто сегодня отсмотрел всю полностью нашу передачу, я думаю, они остались очень удовлетворенными, потому что здесь просто учиться, учиться и учиться, использовать все, что есть рядом с вами, не выбрасывать ни коробки, ни из-под конфет, из-под печенья, использовать этот материал как для хранения таких природных ресурсов, которые нам дарит земля, и опять же не рвать, а собирать. То, что нам уже как бы и деревья дают, и земля нам дают, камешки какие-то, да, ни в коем случае не надо, мы вывели такую формулу, не собираем больше гербариев, мы теперь, только если сухой лист, там вдруг он упал, такие, да, без проблем, а мы не нарушаем никакой баланс окружающей среды. И я еще раз всем напоминаю, что сегодня с нами в гостях была Наталья Александровна Рыжова, это удивительный человек, доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, педагог экологического образования. С ней сегодня с нами в гостях была ее внучка Ника Рыжова, которая тоже очень интересную свою концепцию рассказала, своими впечатлениями поделилась, своим опытом. Мы видим, насколько она экологически образована при такой бабушке. И мы надеемся, что Наталья Александровна будет у нас в гостях не один, не два раза, а чаще, хотя бы раз в месяц. Вы согласны, Наталья Александровна? Я думаю, что я. Один раз в месяц смотрите наши анонсы на канале, где мы выходим. В студии Арбат ТВ с вами была программа «Земля, эко-дом». Ждем вас в следующий вторник в 16.00. И следующая наша программа также посвящена краскам лета. И у нас будет удивительный человек, не менее удивительный, как Наталья Александровна. Это Виктория Державина с её проектом «Звёздный дождь». Тоже образование экологическое. Сейчас мы очень много внимания этой теме будем уделять. Итак, до свидания, до новых встреч. До успешных воспоминаний. Успешных воспоминаний. Хороших воспоминаний о лете. Всем до свидания. Ждем вас на нашей программе. Надеюсь, скоро встретимся. Да. Во вторник в 16.00. Земля, эко-дом. Всего доброго. До свидания. Так, сейчас.